Всем большой привет! В этом видео я покажу, как прошла пересадка моих комнатных растений. Желательно это было сделать еще весной, так как многие из растений были пересажены 2-3, а то и 4 года назад. Их рост значительно замедлился, но руки дошли до этого только сейчас. Какие-то я буду полностью пересаживать в новые горшки, а у каких-то буду просто обновлять грунт сверху. И раз уж я заговорила о грунте, то давайте покажу, какой буду использовать я. Кстати, все ссылки и артикулы на составляющие вы найдете в описании этого видео. Я взяла 3 упаковки грунта и смешала их вместе. Это 10 литров для комнатных растений, 10 литров универсального и 20 литров жирнозема. Также добавила около литра вермикулита, его добавляем по своему желанию. Также хочу сказать, что это мой вариант составления смеси для посадки растений. Поэтому, если вам что-то не нравится или вы делаете по-другому, пожалуйста, делайте. Я не хочу никому навязывать свое мнение, просто хочу поделиться тем, как делаю это я. Кстати, во всех пачках уже был перлит. Для многих это важно, поэтому я вам показываю вам. Универсальный и для комнатных не особо друг от друга отличаются. Вот жирнозем имеет чуть-чуть другую структуру и по цвету он темнее. Вот такая красота у меня получилась. Земля воздушная, питательная, также влага и воздухопроницаемая. Теперь я подготавливаю горшки для моих любимых фикусов и кофе. При этом я заполняю 1 треть всего объема. По зеленой части растения и самого фикуса можно заметить, что с ним все хорошо. Но если присмотреться в сам горшок, то можно увидеть, что фикус уже вырывается на свободу. Ему нужен горшок попросторнее. И вот как раз таки вытащив наш фикус из горшка, можно заметить огромную гору керамзита и кучу корней, которые оплели уже весь объем. Керамзит я убираю, расправляю корни и ставлю наше растение в подготовленный горшок. Теперь по бокам я все обсыпаю землей и хорошенько уплотняю, чтобы растение наше не болталось. То же самое я проделываю со вторым фикусом. Вот теперь они стали выглядеть намного приятнее и эстетичнее. Следующий идет кофе, который я в последний раз пересаживала полтора года назад. Ему прям очень срочно требуется пересадка. Что и следовало ждать, это огромная куча корней. Как раз таки после пересадки кофе начинает стремительно расти и набирать деленную массу. И когда его корни занимают весь предоставленный объем, то кофе начинает потихоньку уменьшать свой рост и развитие. Теперь и этот красавчик будет расти в таком нежном горшочке. Все растения после пересадки я всегда купаю под теплым душем. Так земля лучше уплотняется и напитывается влагой. Ну и пыль с растений заодно можно смыть. И вот спустя 3 дня растения выглядят просто шикарно. Теперь они в одинаковых горшочках. А у спатифилума и других крупных растениях я обновила грунт сверху. Также пересадила новые росточки сен-севьерии, фиалки и мои любимые суккуленты. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, тут много интересного. Также буду ждать вас в своем телеграм-канале Дача в Сибири. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok